Какова посольская судьба, Виктор Васильевич? Все когда-то у послов заканчивается. Вы были хорошим послом в своей стране. Должен откровенно это сказать. И очень надеюсь, что следующий посол хуже не будет. Вы не просто поддерживали дружеские отношения наших стран, что вообще-то входит в обязанности посла. Всем хочется быть настоящим послом. Вы наоборот и в личном плане, и в государственном плане всегда стремились душой и сердцем, чтобы молдаване и белорусы были рядом. Очень много для наших экономических потенциалов было сделано. И товарооборот приличный, дай бог, с другими постсоветскими республиками, небольшими, был такой товарооборот, как с Молдовой. Но это основа. Вы должны знать, что мы будем всегда привержены тесной дружбе белорусов и молдаван. Мы очень хотим, чтобы Молдова оставалась дружественным, суверенным, независимым государством. И постепенно решала свои проблемы. У всех государств есть проблемы. Малые, большие проблемы. Хватает. У Молдовы после распада Советского Союза времена были непростые, но в последние годы немало сделано для того, чтобы Молдова четко определилась, где ее интересы и в каком направлении двигаться. И в этом плане Игорь Дадон немало сделал. Надо отдать должное. Пришла новая власть, к руководству страны пришли новые люди. Но я уверен, они вынуждены будут, если кто-то там мыслит по-своему и в обратном направлении, как я говорю, они вынуждены будут проводить политику в интересах Молдовы. Молдова. Интересы руководства должны быть прежде всего там. Прекрасный уголок планеты. Я всегда с любовью относился к молдавской земле. Это просто жемчужина. Жемчужина Европы. И я вижу развитие Молдовы как суверенного и независимого государства. В этом весь интерес народа. И не думаю, что найдется политик, который бы проводил иную политику. Народ просто не позволит проводить политику на свертывание суверенитета и независимости. Пусть это небольшой, как многие люди говорят, хотя больших малых народов не бывает. Но хорошо, пусть небольшой народ, но с очень большими политическими амбициями на независимость своего государства. И в этом плане мы всегда будем на вашей стороне. Ну а счастье надо искать там, где оно лежит, если оно где-то спрятано. Но я уверен, что оно там, где-то в районе Кишинева. В этом я абсолютно убежден. Мы очень большие объемы потребляем вашей продукции, особенно критического вашего импорта. Мы так и будем делать. Мы не собираемся отходить от этой политики, если это выгодно Молдове. Мы экспортируем то, что вам нужно, особенно машины, механизмы, автомобили, трактора, троллейбусы. Все, что вы просили. Поэтому в этом направлении мы будем действовать. Ну а вы для нас всегда останетесь хорошим и надежным другом. И мы готовы использовать ваши связи всячески для укрепления этой дружбы. Спасибо большое. Саня Горьевич, спасибо. Я за время работы здесь, вы знаете, произошло многое, во многом переосмысление отношений наших двух стран. За 30-летнюю зависимость, вы знаете, никогда Беларусь не относилась недружественно к Молдове. Это было откровенно, это было по-доброму. Может быть даже по-отечески, где-то. Я благодарю вас за этот очень важный шаг, который вы сделали в 2018 году, когда Додон был впервые здесь. И по его просьбе, по вашему указанию нам была оказана коммунитарная помощь. С лихой с техникой, техникой коммунальной. Это был такой, знаете, очень существенный шаг для укрепления наших отношений. Я полагаю, что политические отношения наши на очень хорошем уровне. И вы правы, что Молдове просто некуда деваться, а надо быть в дружбе, в согласии с такими странами, как Беларусь. Это не просто одна из стратегических партнеров Молдовы. Это важный партнер стратегический.